Встреча с ДТП Александр Иванович, полиция ежегодно подводит итоги года. Прошлый год был непростым, особенно во всех смыслах. Расскажите, пожалуйста, в своей работе вы тоже это почувствовали? Или в принципе он ничем не отличался от 19-го, 18-го и предшествующих? Ну, в принципе, если судить по организации обеспечения безопасности дорожного движения, как бы цели и задачи у нас остались прежними. Но, тем не менее, мы учитывали специфику этого года. И вот те ограничительные мероприятия, которые были введены в начале весны прошлого года, они наложили отпечаток на нашу работу. Приходилось и участвовать и в ограничительных мероприятиях, по контролю за выполнением граждан ограничительных мероприятий. Также в связи с весенними и летними нерабочими днями, которые были объявлены, нам приходилось осуществлять контроль за безопасность дорожного движения в усиленном режиме, не только, как мы обычно делаем, в предвыходные и выходные дни, но практически всю неделю, начиная с пятницы и кончая воскресеньем. Потому что народ воспринял это как отпуск неплановый. Народ воспринял это не то, что как отпуск, а как выходные дни, которые предназначены для отдыха, отдыха на природе, отдыха с семьей. И не только с семьей, но и с употреблением горячительных напитков. В связи с этим увеличилась вероятность появления водителей на дорогах нашего города, в том числе и в состоянии алкогольного пенения. В связи с чем мы перешли на усиленный вариант несения службы, и практически всю весну и лето до окончания мероприятий вот этих ограничительных мы несли службу в усиленном режиме. Александр Иванович, а вот эта вот коронавирусная специфика, она как-то отразилась на аварийности, на количество дорожно-транспортных происшествий, на тех нарушениях, которые стали чаще фиксироваться? Ну, конечно, учитывая тот факт, что практически у всего города, в том числе и у нашего, был единый выходной день, естественно, в час пик утренний, вечерний не такая плотность транспортного, пешеходного потока была. И вот этот транспортный поток распределился равномерно по всему времени суток. В связи с чем нам приходилось больше работать и в ночное время, для того, чтобы выявлять водителей в состоянии опьянения. Потому что, как бы, в нерабочие дни многие предпочли отдыхать и в ночное время, в каких-то на дачных участках, на природе. Вот у нас, вот я объясняю этим же и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, у нас снизилось очень, скажем так, хорошо. 38 наездов на пешеходы произошло в 2019 году и только 15 в 2020 году. В 2,5 раза снижение. Практически больше, чем в 2,5 раза. Вот в том числе это, я считаю, из-за специфики работы в это время. И тот положительный эффект, который мы приобрели в начале прошлого года, март, май, июнь, он продолжился и до конца прошлого года. И практически все те наработки, которые мы осуществили, они сказались и до конца практически года. А как вы считаете, вот этот коронавирусный период с точки зрения ДТП, он до сих пор продолжается или все, он закончился? И вы сейчас уже вышли в привычное русло. Мы вышли в привычное русло, но и не только мы, но и наши водители, и наши граждане. Учитывая тот факт, что вот та ответственность, которая возлагается на водителя, как на водителя источника, когда он управляет источником повышенной опасности, все-таки люди стали больше об этом задуматься, больше, лучше соблюдать правила дорожного движения. Я считаю, вот именно эта ответственность, которая налагалась на каждого из нас, она сработала и в настоящее время продолжает работать. Александр Иванович, самое страшное, что может произойти на дороге, это ДТП с пострадавшими. Это прямо такая красная черта. Вот с этой точки зрения, каким был прошлый год? Ну, я сразу скажу, что по итогам 2020 года состояние безопасности дорожного движения у нас характеризуется снижением количества ДТП с пострадавшими и погибшими у них людьми с 99 до 75. Видите, какое хорошее снижение, практически на 25%. Значит, снижено у нас количество раненых в ДТП людей со 108 до 90. Тоже очень хорошая цифра. Но, к сожалению, мы отметились ростом количества погибших ДТП. У нас произошло 3 ДТП с погибшими у них людьми, в которых погибло 4 человека. Вы все эти ДТП помните? Мы их все неоднократно обсуждали. Это и ДТП, самое первое, которое произошло на дороге на 4 КПП. Потом ДТП, которое произошло на дороге в ТИС. И вот то смертельное ДТП, которое произошло у нас на проспекте Ленина, когда водитель совершил наезд на жилую женщину, которая переходила в правильную часть в университетном для этого месте. Вот, к сожалению, вот опять же, этот временной промежуток времени с ограничительными мерами, он повлиял и на количество ДТП с участием водителей, которые находились в состоянии алкогольного пенения. Здесь мы выросли с 7 до 9. Понятно, что 3 месяца практически страна отдыхала. Все люди, как вы сказали, восприняли это время для того, чтобы отдохнуть. Установиться, набраться сил. Да, и не только с чаем или с лимонадом. Но вот это сказалось у нас и на количество ДТП с участием водителей в состоянии пенения. Но это сказалось и на выявляемости водителей в состоянии пенения. Если брать количество выявленных фактов управления в состоянии пенения, то у нас, то водителей в состоянии пенения было задержано 202 человека. В 2019 году было 200. Это не считая повторников. По повторникам там цифры, они отдельно идут. Это много, мало вот эти 202 водителя? Ну, это все-таки достаточно. При уменьшении, скажем так, трафика, вот в эти март, апрель, май, да и июнь тоже резкое увеличение. Не скажу, что резкое, но вот в эти дни, в эти месяцы количество выявляемых водителей в состоянии пенения увеличилось. И практически, вот если мы март, апрель, май, мы шли с плюсом под 20-25%. Александр Иванович, вот вы работаете в полиции не год, не два и даже не десять. То есть, как вы считаете, ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде, когда появилась статья вот для повторников, как-то повлияло на эту ситуацию? Да, конечно, повлияло. Повлияло. И если вот мы анализируем вот эту цифру с 2015 года, когда вот этот состав начал работать, то количество так называемых повторников, если изначально оно из года в год росло, то уже второй год наблюдается снижение. В 2019 году уже снижение небольшое, но было. А в 2020 году еще более снижение произошло. Вот именно лиц, управляющих транспортом, повторно в течение года. Это, конечно, сказалось по причине все-таки жесткой ответственности за данный вид правонарушения. Люди уже начали понимать, что это не просто административное правонарушение, это уже преступление. Ну, а как говорил Глеб Жеглов в нашем сериале советском, каждый преступник должен сидеть в тюрьме. И вот наш судейский корпус, я считаю, что соразмеренно принимает решение о наложении того или иного вида уголовного наказания за каждое совершенное преступление. А вообще прецеденты, когда человек, совершивший пьяную езду повторно, отправляется в колонию поселения, это редкость? Это уже не редкость. Если изначально в 15-м, 16-м, да и в 18-м даже году это была редкость, то сейчас это, скажем так, повседневная практика. У нас в наш адрес поступали приговоры суда нашего Саровского о применении лишения такого вида наказаний, как лишение свободы в помещение колонии у строгого режима. Даже так? Даже так. У человека будет время отдохнуть и подумать. Время отдохнуть и подумать над своими действиями. Александр Иванович, прошлый год был непростым не только с точки зрения ситуации на дорогах, вам пришлось очень серьезно пересмотреть именно свою офисную, кабинетную работу. У вас же много бумажных дел. Это регистрация автомобилей, приемы, выдачи прав. Вот с этой точки зрения, как поменялась работа, все ли уже позади? Я так думаю, что все уже у нас наладилось. И вот тот самый сложный этап в нашей работе, он остался позади. Практически и сотрудники, и наши граждане, они уже приспособились к этим ограничительным мерам. Все те продления сроков действия водительского удостоверения и в связи с этим большой наплыв граждан, желающих обменять свое просроченное водительское удостоверение, которое был осенью и в начале зимы прошлого года, он уже у нас закончился. Сейчас мы работаем в обычном режиме. Сайт государственных услуг более-менее работает в нормальном режиме. Ну, а по тем случаям, когда, в каких случаях он не работает, и человеку нельзя записаться, либо он не может записаться, мы осуществляем прием по живой очереди и вне этого сайта. Я думаю, что вот с этими всеми нагрузками мы справились. Справились нормально, без всяких происшествий и каких-то чрезвычайных ситуаций. Мы работаем в стандартном режиме, и все те задачи, которые стоят перед нами на будущий год, мы уже их поставили, обсудили и начинаем воплощать в жизни. Ну, я правильно понимаю, что на сегодняшний день все послабления, которые тогда были приняты, уже не действуют? Да, они уже не действуют. И то продление срока действия водительского удостоверения уже стекло 31 декабря. Там же еще, по-моему, были какие-то нюансы, которые касались прохождения техосмотра, постановки на учет, то есть можно было как-то полюса оформлять, не предоставляя транспортную карту. Да, сейчас все уже закончилось, и все в обычном режиме. То есть сейчас нужно придерживаться тех сроков, которые указаны в ваших документах. Да. Александр Иванович, позади не только год, но и новогодние праздники, которые, кстати, по вашей практике, это тяжелое время с точки зрения травматизма, аварий на дорогах или спокойное в нашем городе? Ну, как правило, выходные дни, это на нас накладывает особый отпечаток. У нас выходные дни и предвыходные дни усиленный вариант отнесения службы с целью увеличения плотности нарядов дорожного патронного службы по надзору с дорожным движением не стали исключением и эти новогодние праздники. И что характерно, и нас это очень радует, за новогодние праздники у нас не зарегистрировано дорожно-трассных происшествий с пострадавшими людьми. И я думаю, что вот та профилактическая работа с нетрезвыми водителями, которая у нас была на протяжении многих лет, она дает свои плоды. И уже вот сейчас хочу сказать открыто, за новогодние праздники у нас задержано всего лишь три водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения, несмотря на усиленный вариант отнесения службы, несмотря на увеличенную плотность нарядов дорожного патронного службы, всего лишь три человека. Конечно, сказался и тот факт, что у нас увеселительные заведения работали в усеченном режиме, да даже многие и вообще не работали. У нас очень мало было транспорта на дорогах, вы видели, и практически до 10-го числа, вот даже я сужу по стоянке около моего дома, вот как транспорт поставили 30-го, 31-го декабря, занесло его снегом, так и его никто не откапывал до 10-го числа. Многие все-таки восприняли это время для того, чтобы отдохнуть, отдохнуть в кругу семьи, со своими детьми, на свежем воздухе, там катаясь на лыжах, либо с гор на ватрушках. Вот я считаю, что вот те ограничительные мероприятия на новогодний праздник, они сыграли свою роль в том числе и в области обеспечения безопасности дорожного движения, и именно в положительную сторону. Александр Иванович, чтобы закрыть тему с пьяными водителями, общаясь с вами в ходе одного из брифингов, я услышал ваш призыв людей помочь полиции решить эту проблему. Могли бы вы еще раз проговорить, обратиться к людям, как и чем они могут помочь вам, ну и в том числе себе, потому что мы тоже пешеходы, мы ходим по дорогам, и каждый из нас рискует попасть под колеса водителя, который сел за руль под шофе. Да, я еще хочу рассказать, что любой гражданин, у которого есть информация о факте управления транспортным средством водителем в состоянии пьянения, он вправе помочь нам задержать этого водителя с целью избежать каких-то последствий от появления его на дороге. Все мы ходим, движемся по нашим дорогам, по улицам нашего города, и самое главное, чтобы эти дороги, тротуары, пешеходы были для нас безопасными. И я считаю, что гражданская позиция каждого человека должна быть в том, чтобы сделать наш город безопаснее. И обязательно, если у кого-то информация такая есть о пьяном за рулем, позвоните, пожалуйста, по телефону 02-605-22. Обязательно мы примем меры, сотрудники полиции среагируют на это сообщение, и этого водителя, этого преступника за рулем задержат, либо, скажем так, если наш гражданин может сам каким-то образом повлиять, отобрать ключи у водителя, попытаться отговорить, сесть его за руль, это тоже будет очень хорошо. И вот наша самая главная задача – оградить наши улицы и дороги от пьяных водителей. И я считаю, даже в этом случае его гражданская обязанность будет выисполнена. А такие сообщения – это пока что редкость или они с каждым годом набирают обороты? Они у нас есть. Время от времени они задухают, время от времени появляются вновь. Граждане сознательные у нас в городе все-таки есть и сообщают о данных происшествиях, о данных фактах. Мы своевременно реагируем и принимаем меры к задержанию таких преступников за рулем. Не хочу верить на свое насло, но вчера именно такой случай и произошел, когда житель нашего города позвонил, а водитель, который управляет транспортным средством на Варламовской дороге, своевременно патруль выехал на место и задержал водителя, который в состоянии пьяниги. Не повторник? Нет, не повторник. А это был знакомый этого человека или он просто по манере вождения определил? Нет, по манере вождения. Из-за того, что водитель неуверенно вел транспортным средством на дороге, не справился с управлением, заехал там в сугроб. Он вовремя сообщил, наши сотрудники быстро подъехали, задержали данного гражданина, отстранили его от управления транспортным средством и впоследствии освидетельствовали его и составили административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. Этим самым водитель был изъят из процесса дорожного движения. Кто его знает, что бы он мог еще совершить на Варламовской дороге или там вернуться в город в час пик, когда у нас все улицы забиты машинами, пешеходами, да и велосипедистами. Велосипедисты в эту зиму, вы видите, нередкость постоянно катаются. Кстати, сейчас да. Вот, и я считаю, что это правильная гражданская позиция, и этим самым мы обезопасили и себя, и своих людей, которые у нас ездят и ходят по нашим дорогам. Александр Иванович, я приготовил несколько коротких вопросов, которые меня просили задать друзья и коллеги, с которыми я общался перед эфиром. У нас в последнее время нередкость случаев, когда человеку приходит штраф, выясняется, что кто-то из другого региона то ли поменял номера, то ли что-то подвесил. То есть, вроде бы номер его, но машина не его. Человеку приходит штраф, как ему в этом случае себя вести? В данном случае необходимо, не откладывая дело в долгий ящик, обжаловать данные, вынесенные в отношении его постановления, в отношении его как собственника транспортного средства. Жалоба на постановление подается в тот центр автоматической видеофиксации, которому было это постановление вынесено. В обосновании своей позиции лицо, привлекаемое к ответственности, может приложить документы, договор куполь-продажи, если транспортное средство уже продано, какие-то свои фотографии транспортного средства, которые имеют отличительные признаки от того, на котором было совершено данное правонарушение. Какие-то там, на это что может быть указать? Цвет транспортного средства, наличие каких-то иных отличительных признаков, например, ветровики на стеклах, какой-то либо знак, например, цифра в государственном регистрационном знаке. Ну, просто любые отличия между фотографией и твоей машиной. Да, любые отличия между той автомашиной, которая изображена в постановлении по делу об административном правонарушении, и той автомашиной, которую собственник владеет. Это все делается в электронном виде через госуслуги или нужно идти к вам на солнечную? Нет, не к нам на солнечную, а именно подать в тот центр автоматической видеофиксации, которым это постановление было вынесено. То есть, это проще всего сделать в письменном виде, с заказным уведомлением. Этот документ называется «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении». Оно подается лицом, привлекаемым к административной ответственности в соответствии с главой 30-й кодекса об административных правонарушениях. Этого лакета вообще на долг затягивается или такие дела сейчас быстро рассматриваются? Рассматриваются они очень быстро. Срок подачи жалобы составляет 10 дней с момента получения либо вручения копии постановления по делу об административном правонарушении. И жалобы рассматриваются тоже в течение 10 дней с момента поступления, даже с новым лицом, уполномоченному рассматривать дела данной категории. А есть какие-то радикальные методы, чтобы решить эту проблему? Ну, там, ПТС переоформить и номер сменить? Если негодяй из какого-то другого региона постоянно с твоими катается? Я думаю, что в этом необходимости нет. В случае, когда такая жалоба поступает, уже сотрудники госавтоинспекции данного региона реагируют на эти жалобы и принимают меры к выявлению этих негодяев. Ну, попасть в такой случай может любой, поэтому менять государственные региона знаки, я считаю, что это нецелесообразно. А какая, кстати, ответственность грозит тому, кто свой номер не подделал, но видоизменил? Это серьезное нарушение? Значит, да, это серьезное правонарушение. Если государственный региона знак поставлен совершенно другой, а такие случаи у нас были в нашей практике, то это управление транспортным средством зарегистрировано с подложным государственным регистрационным знаком. Значит, за данный вид правонарушения предусмотрена административная ответственность вплоть до лишения права управления транспортным средством. Дело рассматривает мировой суд, вставляется административный протокол, собирается материал, дело направляется в суд, и судья уже принимает соответствующее решение. В нашей практике существуют такие виды правонарушений, как применение материалов, затрудняющих идентификацию государственного региона знака. Такие случаи тоже бывают. Вот как раз вы говорите, когда устанавливаются пластины какие-то, которые воспрепятствуют восприятию, из-за этого уже камера считывает неправильный номер. Бывают случаи просто-напросто, ну, снегом залепленные номера, грязью залепленные номера. Тоже бывают такие случаи. Они происходят вне воли, вне зависимости от воли водителя данного транспортного средства. Такие случаи-то уже в нашей практике были, когда мы люди обращались. Александр Иванович, еще один момент. Ну, большинство людей порядочные, это понятно, но есть и те, кто не проще воспользоваться чужим отсутствием или другим каким-то обстоятельством. Часто бывает так, что водитель, подходя к самому автомобилю, увидит, что тот помят. Место преступления явно предыдущий виновник аварии покинул. Как в этом случае себя вести, если, допустим, повреждения небольшие, и, может быть, не хочется звонить в полицию и подставлять другого человека под лишение прав? Или, наоборот, это неправильно так думать. Нужно строго идти в ГИБДД? Ну, вот общего, скажем так, совета для всех случаев не существует. Общего алгоритма. Но в данном случае, опять же, нужно смотреть, где эти механические повреждения могли быть получены. Зачастую ведь к нам обращаются водители, которые даже не знают, где они получили эти механические повреждения. Зачастую и место нахождения этих повреждений указывает на то, что здесь они не были получены. Например, транспортное средство стоит правым боком, например, к газону, либо к какому-то зданию, а механические повреждения как раз находятся на правом борту. Соответственно, начинаем выяснять, где же они могли быть получены. А водитель начинает судорожно вспоминать, а вот я был около Плазы, а вот я бы заезжал в Атом, а вот еще он на работе, у меня машина стояла вот на той такой стоянке, вот там могли эти механические повреждения быть получены. Но в данном случае очень затруднено уже и установить, при каких обстоятельствах эти механические повреждения были получены. Тем более установить лицо, причинившее эти механические повреждения, потому что надо сначала выяснить, где эта машина стояла, какая машина стояла рядом, видеокамеры, показания очевидцев, свидетелей. Я призываю к тому, чтобы каждый водитель, подходя к своему автомобилю, будь то стоит она на стоянке около торгового центра, либо на стоянке на работе, осматривал транспортное средство на предмет наличия этих повреждений и обращал внимание не только в том случае, когда пройдет неделя или две, когда водитель помоет автомашину на мойке, выгоняет ее с мойки, начинает осматривать и находит случайное механическое повреждение. В таких случаях очень проблематично уже найти виновника этого ДТП. А в случае, когда эти механические повреждения обнаружены по горячим следам, мы проведем разысканные мероприятия, установим наличие видеокамер, можно установить очевидцев, свидетелей данного происшествия и уже установить виновника, который причинил эти механические повреждения и скрылся с местом ДТП. Вот поэтому, найдя вот эти механические повреждения, я считаю, что нужно позвонить в полицию и уже действовать в соответствии с указаниями дежурного. Вся та информация, которую он имеет, он обязан дежурному передать, то есть где машина стоит, какого рода механические повреждения. То ли там это гвоздем провели по всему борту, либо там бампер помет, либо поцарапан проезжающим мимо автомобилем. Какие-то, может быть, осколки остались от проезжающего мимо автомобиля. Это тоже все нужно сказать дежурному. И дежурный уже в соответствии со своими полномочиями и опытом оценит данную ситуацию и примет решение о направлении на данные ДТП сотрудников госавтоинспекции для того, чтобы осмотреть место происшествия и по горячим следам ощутить розыск лица. То есть ваш совет не заниматься самодеятельностью и сразу обращаться в органы? Да, потому что вот эта самодеятельность, в которой изначально занимаются водители, она потом боком выходит. Все равно они потом обращаются к нам через неделю, через две, через три с просьбой найти лицо виновное. А уже видеокамеры, вернее, видеоинформация с камеры уже утрачена. Машину уже виновненько отремонтирована. Да, зачастую уже бывает и продана. Какая-то информация, оставшаяся в памяти людей, она уже затирается в течение времени. Кто-то, может быть, не все-то и видел, а еще и забыл. Поэтому лучше, конечно, сразу же позвонить дежурному, и дежурный уже примет соответствующее решение. На этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с начальником отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров Александром Косинковым. Александр Иванович, большое спасибо вам, что пришли. Удачи в работе. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова